Всем привет, у микрофона Getsuneco. Сегодня я вам расскажу, как поиграть на своем компьютере в прикольную игрушку под названием Once Hunt. А просто так в нее не поиграть, потому что она находится в стадии закрытого бета-тестирования и выйдет только третьего квартала этого года. Для начала скачиваем архив и распаковываем его. Открываем распакованную папку и устанавливаем файл номер один. Запускаем, тыкаем в AppPlayer, начинает загружаться сам эмулятор андроида. Открываем Play Store, но он у вас здесь попросит войти в аккаунт Google Play. В поиске вписываем к SAPK Installer, ищем вот такой вот значок, именно такой вот коробочка с такими тремя штучками, потому что вот это не будет работать, вот это проверено уже именно на этом эмуляторе. И именно этот эмулятор нужно использовать. Нажимаем, у меня она уже установлена, тут у вас будет кнопочка установить. Далее, обязательно перезагружаем компьютер, закрываем программки, закрываем все вот это вот, закрываем, закрываем. И перезагружаем компьютер обязательно, иначе не будет ничего работать. Как только перезагрузили компьютер, небольшой лайфхак. Открываем диспетчер задач, вкладочка автозагрузка, правой кнопкой на плюс так сервис, и жмем выключить, у вас здесь будет, чтобы оно было отключено, чтобы у вас в трее оно никогда не висело здесь. Далее, системные приложения, файловый менеджер, импортированные файлы из Windows. Выбираем нашу папочку и файл номер 2. Ждем, ничего не делаем, пока файл не импортируется до 100%. Теперь тыкаем на 0.2 ПКС и выбираем вот такую корзиночку, тут у вас будут список приложений. Только сейчас. Далее, нажимаем установить. Ничего не нажимаем, ждем. Это может занять около 5 минут, может и больше. Дожидаемся этой надписи и нажимаем установить. Нажимаем на домик. Появился значок, кликаем. Загрузка, ребята, может подвиснуть, поэтому, либо нажимаете здесь, очищаете все, запускаете по новой. Либо закрываете игру, перезагружаете компьютер, открываете эмулятор и по новой включаете игру. Стоит немного подождать, игра долго загружается. Далее, идет проверка на обновление и скачивается примерно 3 гигабайта. Как мы видим, у меня скачалось чуть-чуть, у вас будет больше. У меня скачалось немного, так как игра была уже установлена. Генерация и оптимизация может занять продолжительное количество времени. Ждите. Никуда не торопитесь. Когда игра загрузится, вам нужно создать аккаунт. У нас есть два варианта. Google или Discord. Выбираем удобный для вас. Я же покажу на аккаунте Google. Так как я авторизировался в Google Play в данном эмуляторе, у меня уже аккаунт привязан. Дальше. Выбираем желаемый сервер. Обратите внимание, выбираем Mobils PVE. Вот эти Evolutions нам не интересны. Рекомендую играть на Starlight J, который новый. А я выберу, к примеру, вот этот сервер. Подтверждаем. Нажимаем. Подтверждаем. Подтверждаем. Я пропущу кат-сцену. На выходе игра будет абсолютно бесплатной и иметь русский язык. Все. На этом моменте мы закрываем. Нажимаем этот значок и закрываем игру. Все. Дальше нам эмулятор не понадобится. Эмулятор создал для быстрого доступа значок. В эмуляторную версию играть не будем. Удаляем. Переходим к нашим файлам. Устанавливаем лаунчер для ПК. Запускаем. И вводим данные от ранее созданного аккаунта. Через что вы там выбирали? Google или Discord? Я выбираю Google. Закрываем. Кликаем My игры. Выбираем Once Human. Жмем получить бесплатно. Жмем. И начинаем установку. Примерно скачается 40-50 гигабайт. В данный момент наш аккаунт в режиме гостя. Для того, чтобы пользоваться всеми функциями, нужно привязать аккаунт к игре. Для этого нажимаем Мою учетную запись. И заполняем все данные, которые нас просят. Меняем язык на русский. Меняем имя. Меняем аватарку. Жмем Управление аккаунтом. Привязываем учетную запись. Вводим электронный адрес свой. И все. Дальше мы можем прямо из этого лаунчера добавлять своих друзей по электронной почте или по нику друга. Иначе это можно сделать только в самой игре. И возможно, впоследствии чистки ваш аккаунт просто удалят. Тут показывают, что у нас якобы создан уже игрок. Но на самом деле мы его не досоздали. Можете выбрать этот же сервер. Либо любой, какой вам удобен. Есть Evolution Call PvP. Чисто Player vs Player. Есть Player против монстров. Но там тоже PvP есть. Поэтому не запаривайтесь. Выбирайте вот это. Манибус PvE. Давайте я выберем этот же самый. Enter the Game. Можете поднастроить настроечки. Соглашаемся. Пропуская катсцену. И сейчас вы можете комфортно, без всяких лагоглюков, создать себе персонажа. Не в том эмуляторе с косяками. А именно вот тут. Выбрать ему нормальное имя. Но это потом. В конце. Мальчик, девочка. Можно увеличить. Девочки все няшные. Тут прям косметики много-много. Вы можете здесь всего-всего добавить. Бровки, глазки, носик, ротик. Прически разношерстные. Кастомизация здесь просто офигительная. Ну, соответственно, вес. У нас фигура, полнота худенькая, толстенькая, полненькая. Можно ей чуть-чуть поддуть бупсы. Или приспустить. В разделе хип можно поднадуть ей жепку. Сделать более объемненькую. В общем, сами разберетесь. Далее вводите имя персонажа и нажимаете комфир. Здесь можно выбрать аватарку. И имя. Если имя занято, то вам так скажут. Это имя используйте. Используйте другое. А на этом все. У микрофона был Кецун Экон. С тебя подписка, лайк и коммент. Еще услышимся. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»